После смерти Гринстоун спавнит 2 Вуден Сил. Вуден Сил надо ударить 2 раза, чтобы его убить. Вернокулоризм после смерти спавнит 3 Новел Скрул. Чтобы убить Новел Скрул, надо ударить ее 3 раза. Операторы предпочат атаковать Интроспекшн. После смерти спавнит 1 Бронз Мира. Чтобы победить Бронзовое Зеркало, нужно ударить по нему 30 раз. После смерти Инквейв спавнит 15 Вуден Пеппер Вейтс. Чтобы убить Вуден Пеппер Вейтс, нужно ударить по ней 3 раза. Фонтейн Бойл наносит Артс урон Парея, замедляя скорость атаки операторов, а также спавнит 4 Целадон Тиа Вейр. Целадон Тиа Вейр нужно ударить 4 раза Артс уроном. Спустя несколько атак Блю Флауэр наносит оператору постоянный продолжительный Артс урон, который увеличивается со временем. После смерти спавнит 1 Целадон Вейс. Целадон Вейс надо ударить 12 раз Артс уроном. При появлении Сингинг Сент имеет несколько мечей. На каждую атаку тратит такой меч, чтобы увеличить свою атаку. Когда убит, спавнит Броун Спир Хэд эквивалентно оставшимся мечам. Если неиспользованных мечей не осталось, то спавнит всего лишь 1 Броун Спир Хэд. Броун Спир Хэд нужно ударить 25 раз, чтобы убить. Периодически Кларити делает всех врагов невидимыми вокруг себя. Когда его убьют, спавнит 1 Броун Слэмп Стэн. Броун Слэмп Стэн нужно ударить 35 раз, чтобы победить. Висп надо ударить 10 раз, чтобы победить. Если его не убивать, то стукнется Ап Суихэнг. В первых двух фазах ему увеличивается максимальное хп. В третьей же фазе ему будет увеличиваться скиллпоинт, и чтобы активировать его огненный вздох. Суихэнг уменьшает атаку, которая проносится ему снизу и сверху. После побед над его первой и второй формой перерождается на некоторое время. После встанет на одну из следующих клеток ближе к базе игрока. Периодически наносит урон в форме креста юнитам, рядом с которыми находятся 3 данных юнита. Также можно наносить физический урон дважды по наземным юнитам и добавлять им продолжительный артс урон, который постоянно увеличивается. В третьей фазе имеет свою половку скиллпоинтов, которая после перерастает в огромную дыхательную огнем атаку. Огонь постоянно наносит артс урон операторам. Если же на клетках нет оператора, то делает их больше невозможными для поставки. Попфайндер Легионериус – обычный болванчик из ивентов. Попфайндер Сагитариус выходит с запасом в одну пулю. При атаке тратит пулю, при этом увеличивая атаку. При выходе Попфайндер Артификс имеет одну пулю. При трате пули его атаки наносят огненный урон. При высадке Попфайндер Уэллес предпочитает атаковать Джелатто Стоп. Также наносит дополнительный артс урон Джелатто Стоп. Попфайндер Баллистариус выходит, держа в себе две пули. Когда тратит пули, его атаки становятся дальними и наносит сплэш урон. Также наносит дополнительный артс урон Джелатто Стоп. Когда Попфайндер Десерт Вендер выходит, имеет при себе три пули. Когда он тратит одну пулю, то выпускает из себя один снэккарт. Сильно увеличивает атаку по заблокировавшему его юниту. При соприкосновении с оператором стэккарт взрывается, нанося бёрн и артс урон всем ближайшим операторам. Также наносит большой артс урон Джелатто Стоп, когда взрывается рядом с ним. Попфайндер Нунсо выходит с одной пулей. Когда тратит пулю, его атаки становятся дальними. После его атаки, цель, на которую он использовал пулю, пересовет активировать свои скиллы и атаки на некоторое время. Также наносит дополнительный артс урон Джелатто Стоп. При выходе Андоэн Зе Мартур имеет пять пуль. Когда использует пулю, его атака сильно увеличивается, а также пули становятся скачищами между операторами или Джелатто Стоп до пяти раз. Он не может быть заблокирован. Когда он теряет определенное количество здоровья, кастует на карту специальное поле. Внутри этого поля все враги получают уменьшенный физический и артс урон, а также 50% физического и артс доджа. Во второй форме увеличивает атаку. Также периодически начинает чекать все поле слева направо. Высматривает пять целей и после проверки наносит всем физический урон. А также полностью восстанавливает свои пули.